Продолжаем выпуск. В Караганды 14 семей пытаются отстоять свои брошенные квартиры. В далекие 90-е, когда дома отключали от водоснабжения и отопления, людям ничего не оставалось, как покидать их. Строения до сих пор стоят полуразрушенными. Но власти решили навести порядок и взять их на баланс государства. Вот только собственники не готовы распрощаться с имуществом. В туалет, чтобы выйти или на кухню, мы одевались в пальто, а потом 4 года уже себе поставили в ванной печку и отапливались на четвертом этаже, как в доме своем. Семья Жолобовых последней покинула эту пятиэтажку. После того, как в доме отключили отопление, они еще пять лет пытались выжить. Сначала поставили буржуйку, но в доме перемерзла вода. Однажды, вернувшись с работы, увидели, что кто-то украл все трубы канализации. После этого стоки лились просто в подвал. Дверь открываю, солдат полный подъезд. Я говорю, а вы куда, ребята? Он говорит, мы крышу разбирать. Я говорю, как вы можете крышу разбирать? Мы здесь еще живем. Как? Я, может, еще на зиму оставлю? Не знаю приказы с Акимата. Когда стало совсем не в Моготу, продали машину, взяли кредит и купили другое жилье. 14 лет бывшие жильцы дома писали и ходили на приемы в Акимат, просили помощи. Однако, когда дело дошло до суда, их жалоб в Акимате не оказалось. Мы были вынуждены уехать отсюда во временное жилье. Многие до сих пор снимают квартиры. 17 квартир в нашем доме находятся в ведении Акимата. И почему-то Акимат не предъявлял никаких усилий, чтобы сохранить эти свои квартиры. Но к нам, к семи собственникам, он предъявляет претензии о несохранении дома. 36 квартир из 50 в двух домах государственные. Отдел ЖКХ Караганды подал иски в суд в отношении 14 собственников квартир о переводе их жилья в коммунальную собственность. В суде чиновники доказывают, что жильцы бросили свои квадратные метры, и пустующие дома создают угрозу жизни остальному населению района. Тут, знаете, здесь дело будет рассматриваться в суде. В случае, если их правоту суд установит, то, соответственно, будет их позиция поддержана судом. Юристы советуют всем 14 семьям объединиться и в суде свидетельствовать в пользу друг друга о том, как до последнего пытались сохранить квартиры. Ведь у всех у них есть правоустанавливающие документы. В Карагандинском регионе проблема с брошенным жильем стояла острее, чем в других. В 90-х годах за пределы Казахстана выехала почти треть населения. В те годы за квартиры на окраинах не давали и 200 долларов, поэтому многие просто бросали свое жилье. Однако на сегодня четыре собственника уже суды проиграли. Собираются подавать на апелляцию и заявляют, что готовы вернуться в свои квартиры. Квартиры свои восстановим. Мы даже возьмем на себя восстановление подъезда, крышу и коммуникации. Лишь бы нам поставили и отопление сделали. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Караганды.